Здравствуйте! Вы подарки принимаете? Да, конечно. Вот у нас подарок 10-летнему Максиму, робот-собаку, как он просит, и конфеты. Вы упакуете его красиво? Спасибо огромное. Конечно, упакуем в красивую подарочную бумагу. Обязательно прикрепим открытку с вашими наилучшими пожеланиями. Спасибо. Осталось только заполнить открытку. 10-летнему Максиму, которого мы вызвались поздравить с Новым годом, желаем здоровья, счастья и успехов в учебе. Телеканал «Первый Мытищенский» принял участие в акции «Елка добра» впервые, тогда как сотрудники МФЦ, авторы благотворительной инициативы и мытищенцы делают это уже третий год подряд. Около 100 подарков мы собрали. Сейчас мы их будем проверять. Многие участвовали в акции, как сотрудники центра, так и посетители МФЦ и жители Мытищ. Многие даже дополнили что-то от себя. Например, кто-то принес не только шиповки и футбольный мяч, как значилось в снятой с «Елки открытки», но и сувенир – мяч с автографами игроков команды ЦСКА. Пока подарки лежат в одном из кабинетов МФЦ. Чего здесь только нет. Гаджеты, игрушки, одежда, спортинвентарь. Словом, все, о чем мечтали дети и даже больше. 23 декабря украшенные коробки переправят воспитанникам Артисловской специальной школы-интерната и Мытищенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Преображение». Благодарим всех сотрудников, также и неравнодушных граждан за участие в этой акции ежегодной. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и успеха в будущем году. Надеемся, что ребяткам понравятся наши подарки и они будут очень рады. Напомню, с 2018 года сотрудники МФЦ предлагают мытищенцам примерить на себя роль Деда Мороза. Для этого они украшают елку, а в 2020-м две – открытками с пожеланиями детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С каждым годом акция «Елка добра» становится все популярнее и, самое главное, доказывает – мир не без добрых людей. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин, Первый, Мытищенский.